Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Значит, сразу я хотел бы сказать, что избавиться от чувств нельзя, как и от памяти, как и от воспоминаний, как и от того, чего вы хотите, да, вот, от ваших желаний. Подавлять всё это на самом деле не имеет никакого смысла, потому что это то, чем вы являетесь. Это то, какая вы. Поэтому именно избавиться от чувств, если вам это нужно, если вы вот хотите избавиться от чувств именно. Ну, я полагаю, что здесь имеет смысл, значит, для того, чтобы избавиться от чувств, имеет смысл обратиться к специалисту по гипнозу, вот, соответственно, он вам поможет. Что можно сделать? Можно лучше увидеть то, что вы чувствуете, лучше увидеть, что вы ощущаете, ну, конкретно, что вы ощущаете. И уже, исходя из этого нового знания, менять свою модель поведения, например, так, чтобы вы могли, ну, адекватно реализовывать свои желания. Значит, смотрите. Вы пишите. Некоторое время назад я вышла на новую работу и влюбилась в начальник. Дело не в статусе. Я когда его увидела, а торопела настолько внешность, его мне пришлось по душе. Значит, вы говорите, что минусов у него не видно, но есть одно но. Он женат. Я прекрасно понимаю, что жена это стена, и я не собираюсь влазить в семью. Ну, во-первых, что вам сказать так, что жена не стена, как и любой другой человек. Если между людьми нет любви вообще, если между людьми нет чувств, если между любви, между людьми нет, значит, понимания, если между людьми нет искренности, близости, да, то жена это не стена. Да, другое дело, если мужчина, ну, например, по какой-то причине не хочет, значит, уходить от своей жены, несмотря на то, что ему с ней, грубо говоря, ну, не по себе, да. Другое дело, вот, если мужчина может уйти, но, соответственно, не уходит. Вот это, да, это действительно существенная проблема, вот, это да. Но если человек, скажем так, не имеет чувств к своей женщине, то вы, в общем и целом, вполне себе имеете все шансы на то, чтобы стать для него, ну, той самой единственной и так далее. То есть жена это не истина. С другой стороны, не очень понятно, исходя из того, что вы написали, насколько вы с мужчиной вообще близки, насколько вы отдаете себя от шерсть в том, кто вы друг для друга и воспринимает ли он, например, вас как-то вот, ну, так, как вам бы, например, этого хотелось. Вот здесь ситуация не совсем ясна, но жена это не истина. Еще раз хочу на этом заострить внимание, ибо это важно. С другой стороны, мужчина, он может почувствовать, что у вас есть к нему симпатия и может попытаться воспользоваться этим, например, или что-то вроде того. Даже несмотря на то, что он такой учтивый, такой тактичный и так далее, и так далее. И вот здесь же, что будете делать вы? Это, на мой взгляд, очень важный вопрос. Если, ну, если вы готовы вступить с ним в связь, то это, соответственно, одно, если вы будете, значит, настаивать на том, что, ну, что вы не будете, как бы, как бы, не будете с ним в отношениях, пока он, там, не определится со своей женой. Жена это другое. В любом случае, решать данную позицию будете только вы и только вам этот момент решать, но жена это не стена. В любом случае. То есть это вот, я надеюсь, мы с вами вот сейчас выяснили. То есть, понимаете, стеной она может быть, если между вами что-то есть, если между вами что-то, ну, имеется, да, какие-то отношения у вас есть, хоть какие-то, да. Вот в этом случае, да, это действительно может быть, может быть стеной в таком случае. Но поскольку между вами нет ничего, то, по сути, вы приписываете жене своего начальника ту роль, которой она, может быть, даже и не обладает. И вот это, куда более серьезный момент. То есть, может быть, и сам мужчина для вас не имеет такого огромного значения, как, например, вот эта вот стена в виде его жены. То есть, как нечто, что запрещает вам, не позволяет вам быть счастливым. Опять же, я не утверждаю сейчас на сто процентов, что это так. Ну, кто знает, ибо уж слишком вы, ну, спешите, торопитесь, жену называться стеной. Понимаете? На мой взгляд, на мой взгляд, здесь есть такие вот нюансы, на мой взгляд, здесь есть вот такие аспекты, которые необходимо разобрать, да. Вот, потому что, ну, как я уже сказал, слишком вы вешаете ярлыки на людей. Дальше, я не собираюсь уладить семью. Ну, опять же, понимаете, здесь все, все то же самое, да, то есть, вопрос не в том, влавите вы в свою семью, не влавите вы в семью, собираетесь вы в нее влавить, не собираетесь вы в нее влавить. Вопрос немножечко в другом. Вопрос в том, есть ли семья или нет, понимаете? Вот это, куда более важный момент. Потому что, если семьи нет, то и влавить вам некуда. Если семья есть, то, соответственно, никуда вы не влезете при всем, ну, при всем желании, никуда. Потому что семья есть, понимаете? Если есть семья, она никого к себе не подпустит. Если семьи нет, она как проходной двор. Поэтому не нужно брать ответственность за то, что от вас не зависит. Понимаете? Не нужно, вот, брать ответственность за то, что вообще к вам отношения не имеет. Если вы так делаете по жизни вообще, то это одна из ваших ключевых проблем. То есть ключевая проблема, я решаю за других. Ключевая проблема, я лучше знаю, что другим нужно. Ну, или чего другие хотят. Вот. Дальше идем. Значит, так, просто тихо страдаю, вида не подаю вообще. Ну, опять же. То есть то, что вы выбрали страдать, да? Говорит скорее о неком таком отсутствии любви, да, чем о ее наличии. Я объясню. Дело в том, дело в том, что если вы человека любите, да, то вы хотите, чтобы человек был счастлив. То, наверное, вы не станете переживать из-за того, что, ну, он не с вами. Если вы переживаете, значит, вам нужно что-то, ну, что-то свое. Вам нужно что-то для себя. Понимаете? То есть это ваши желания полкают вас на страдания. И то, какой способ, грубо говоря, вы выбрали способ справляться с этим, да? То есть я имею в виду, ну, в данном случае я имею в виду то, как вы адаптируетесь, вот, к этим, ну, к этим условиям, да, вот, к этим моментам, что с вами происходит, да? То, как вы адаптируетесь, то, как вы с этим справляетесь, вот это говорит о уже готовых элементах, о уже готовых, о уже готовых паттернов поведения. Которые у вас есть на страдания. То есть из этого я делаю вывод, что вы не в первый раз оказываетесь в такой позиции, ну, вот, позиции тихострадающей, тихострадающего человека. И, вероятно, вы оказываетесь не в первый раз. И также, вероятно, не в первый раз, вы выбираете тихострадать. Вот, по моему мнению, по моему мнению, именно такая модель поведения, да, именно такая модель поведения, она для вас, ну, скажем так, излюблена. Да, да, вот, то есть я не хочу сказать, что вы к этому стремитесь сознательно, да, я не хочу сказать, что вы сознательно, ну, как бы, стремитесь к страданиям. Вот, ну, ну, всё может быть. То есть вы этого можете даже не осознавать, в принципе, вот. Вы можете даже этого не осознавать. То есть у вас может быть заложена вот эта вот программа, да, страдания. Или, может быть, вы в глубине души подсознательно боитесь близости. Вот. Такое, в принципе, тоже вполне себе может быть. Вот. Но это, опять же, выясняется только в личных консультациях. Вот. Потому что, ну, по-другому этого не сделать никак. Так. Дальше. Вы пишите. Значит, я даже своего бывшего мужа так не любила. Мне 34 года. Внутри всё клокочет. Ага. Внутри всё клокочет. Что именно клокочет у вас внутри? То есть это чувства. Понятно, что чувства. Вопрос в том, какие это чувства. Понимаете? То есть клокочет, что, опять же, если это любовь, то, соответственно, любви мы сказали. Если это какие-то желания, то и о желаниях, собственно, я полагаю, тоже сказал. Далее вы пишите, на мой взгляд, потрясающую вещь. Вы говорите, что я даже своего мужа так не любила бывшего. Вот. А здесь, конечно, весьма и весьма интересный момент. То есть у вас за плечами развод, у вас за плечами неудавшийся брак и, соответственно, мужчина, который, который, ну, вполне может быть, что был для вас дорог, хоть вы его и не любили так сильно. Мне надо сказать, что любить и быть влюбленной, это вещи несколько все же разные. И, на мой взгляд, сейчас, на данный момент, сравнивать то, какие чувства вы испытываете к этому мужчине, не отдавая себя чё-то пока что в том, как у вас развивались отношения с мужем, как у вас развивались отношения до брака, после заключения брака, когда стремились к разводу, вы после развода. Вот. Нельзя говорить о том, не любили вы его или любили. Что здесь, как бы, тоже нужно выяснять. Но! Но! Что можно сказать совершенно точно, так это то, что у вашего развода, да, то есть факт развода и тот факт, что вы оказались сейчас вот в этой ситуации с начальником, да, такой вот, ну, неловкой, скажем так. Ага. Всё это взаимосвязанно. То есть у этого есть причины. И весь вопрос в том, хотите ли вы что-то сделать для того, чтобы ситуацию как-то, ну, улучшить, как-то, эм, ситуацию как-то, как-то подкорректировать или нет. То есть если хочется вам, если вы хотите именно этого, с этим, в принципе, можно работать. Можно и нужно. Если нет, то, соответственно, нет. То есть если не хочется, то, соответственно, с этим делать будет ничего нельзя. Вот. Старше. Идём. Значит, сегодня я вот узнала, что нам через неделю ехать в командировку. У меня противоречивые эмоции внутри. Ну, какие эмоции противоречивые? То есть, чего-то хотите, но не позволяете себе, да? Наверное. Или хочется, например, быть с мужчиной, да? Хочется с неблизостью, но понимаете, что нельзя. Или просто хочется какого-то внимания, хочется мужского тепла, хочется мужской ласки, просто может быть мужского присутствия, да, в жизни. Ибо вы сейчас одна. И, тем не менее, вот вы этого получить не можете. То есть, поймите, если есть противоречивые чувства, то с ними, с этими противоречивыми чувствами, нужно разбираться, что это за чувства, какие они, что за центробежные силы вас разбирают. Понимаете? Вот. Ну, например, вас, вам, точнее, совершенно никто не мешает с мужчиной взаимодействовать так, как вам хочется. Все равно вы с ним не сблизитесь. Все равно вы, не знаю, не начнете с ним флиртоваться, все равно не прыгнете вы к нему на шее, да, и не будете его соблазнять. И, соответственно, насиловать вы его тоже не будете. Вот. Это понятно. Ну, ничего такого делать вы не будете. Ну, вот. То есть, всё, что вы можете по факту сделать, всё, что вы можете по факту сделать сейчас. Это просто с ним как-то взаимодействовать. Вот. Ну, так и взаимодействуйте с ним. Поговорите с ним, пообщайтесь, узнаете его поближе. Может быть, значит, у него там действительно какие-то какие-то проблемы в семье. Если проблемы в семье, вы можете этот момент использовать, но сохраняя свои достоинства. Если увидите, что у него всё хорошо, то, соответственно, как бы, ну, это нужно будет принять. Вот. То есть, понимаете, какая штука? Вы говорите, значит, про, значит, помогите, пожалуйста, понять, что это за чувство. Вот. Вот. Если мы говорим именно о чувстве, то это чувство, увал, оно потребно. Это желание. То есть, это желание, я хочу. Я хочу близость, я хочу, может быть, внимание, я хочу, может быть, ласки, может быть, чего-то ещё. Вот. Это если говорить о том, что у вас за чувство. Но нужно понимать, да, что я хочу ласки и внимание, например, это совсем не то же самое, что я люблю мужчину, например. Знаете? Это совсем не то же самое. Совершенно не то же самое. Это вообще абсолютно разные вещи. Вот. То есть, нужно разграничить, грубо говоря, то, чего вы хотите для мужчины в целом. Это один момент. И то, чего вы хотите для себя. Это другой момент. И вот то, чего вы хотите для себя, да, то, что вы хотите для себя, нужно реализовываться здесь и сейчас. То есть, это абсолютно нормально, абсолютно естественно и так далее. Вот. Ну, естественно, реализовывать это нужно так, чтобы никому не было плохо, да. То есть, это, я надеюсь, понятно. То есть, если вы хотите, если вам хочется чего-то, то нужно реализовывать. То есть, если вам нужна мужская ласка, то, соответственно, нужно думать, как и где её можно получить. Если вы хотите секса, то также нужно думать, где и как вам получится получить секс. А если вы хотите чего-то ещё, то, соответственно, также нужно думать, чего вы хотите получить. Вот. А если вам нужна, допустим, помощь, если вам нужна реабилитация после развода, а развод для многих людей это травма, то опять же, не нужно замещать, да, не нужно замещать одно и как бы другое. То есть, если вам что-то нужно, то мужчина, он, ну, совсем не должен играть роль, да, мужчина не должен играть роль психотерапевта для вас. То есть, мужчина это мужчина, он как бы до конца, да, до конца он должен оставаться мужчиной. Если мужчина, значит, начинает играть роль психотерапевта, вот, то эта позиция, она ничем хорошим не закончится. Не для вас, не для него. Вот. Ну, опять же, потому что это искажение социальных ролей. Вот. Ну и, соответственно, значит, как избавиться от чувства, работа, индивидуальная работа. Вот. Можно это делать через НЛП, можно это делать через гипноз, а можно это делать через другие методы. Вопрос в том, с чего вы хотите сами. Вот. То есть, неделя, в принципе, время ещё есть. Вот. Ну, ещё есть время, время для того, чтобы вам помочь. Ещё есть время для того, чтобы привести вас в состояние, да, ну, такое, позитивное. Вот. И, соответственно, вопрос заключается в том, хотите ли вы это делать, хотите ли вы этого или нет. Я уверен, что, значит, ну, если мы берём, берём, скажем, за точку отсчёта то, что, ну, работать с вами, скажем так, в щадящем режиме, да, то, по крайней мере, вы можете понять, что дело здесь совсем не в вашей влюблённости, да, то есть, точнее, дело не только в влюблённости. Но, тем не менее, всё зависит от вашего желания. Поэтому, я думаю, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Ну, спасибо. Продолжение следует...